Парни, у меня есть срочное уникальное объявление. Вам работа нужна. У компании Фитсервис есть предложение для механиков и электриков в частности. Тебя не просто возьмут на работу, а будут помогать и опекать, предоставляя все возможности для развития в твоей уникальной профессии. Фитсервис – это работа в команде единомышленников. Обменивайся опытом и знаниями. Делись интересными кейсами с 250 диагностами, которые уже работают в сети. Это дух наставничества. Диагносты с недостатком опыта всегда могут обратиться за советом к более опытным специалистам. А можешь сам повысить свою квалификацию за счет компании. Бесплатно приобретай новые навыки в учебном центре компании Фитсервис. Получай ответы на любые вопросы от технической поддержки. Стоит еще упомянуть. Здесь стабильная заработная плата, оплачиваемый отпуск и больничные. Гарантия трудоустройства, если решите переехать в любой из 140 городов России и Казахстана с присутствием Фитсервиса. Все прелести работы здесь не перечислят, времени не хватит. Компания Фитсервис ценит талантливых людей и заботится о них. Присоединяйся к команде, оставляй отклик на вакансию по ссылке в описании. Воспоминания детства избирательно подсовывают из памяти картинки. Но стоит представить себе серьезный самосвал из прошлого, на ум приходит только одна картинка. Вот его. Красный спалин. Красный в смысле советский. Ну или красный в смысле красивый. А так его цвета были совершенно разными, но чаще желтыми, бежевыми и зелеными. Что, мимино? Дали. Что дали? 26 Б дали. Оранжевый, как в кино, шли для севера. В нашем случае бежевый, матовый от времени и огромный. Крас, конечно, не 26 Б, а 56 Б стал логическим продолжением и модернизацией Крас 222 Днепр, который является улучшенной версией ярославского грузовика. Ведь производство карьерных монстров перенесли из города Ярославль в Кременчуг, Украинский СССР. Снаряженная масса самосвала почти 11 тонн, грузоподъемность 12 тонн. А каково? Кузов ковшового типа с разгрузкой назад. Шесть кубов в него помещается. Сейчас поднимем его и продолжим. Кузов поднимают сразу два цилиндра. Они упираются не в платформу, а в специальную рычажно-балансирную систему. Цилиндры имеют общую качающуюся ось. Время подъема груженного кузова 20 секунд, опускание 30. Также в систему входит надрамник. Масляный шестеренчатый насос модель КРАС-222Б, приводимый в движение к карданам от коробки отбора мощности. Одна рама чего стоит. Швелера с палец толщиной, усиленные перемычками, где самая мощная под кузовом. Весит, кстати, немного, с налипшей глиной 900 килограммов. Она покоится на мостах не менее гипертрофированных. Если говорить про задние, а тут их два, объединены в тележку и прикрепляются к раме в двух точках. Такое крепление называется балансирное. Также тут имеются рессоры и шесть реактивных тяг. Обратите внимание, задние мосты не проходные. Каждому редуктору идет свой кардан. Задний кардан самый длинный, с промежуточной опорой. Карданы выходят не из коробки, а из раздаточной коробки. Коробку можно заблокировать, то есть мосты можно заблокировать, но дифференциалы нет. Ага, вес раздаточной коробки 375 килограмм. Попробуй, поменяй. Передняя подвеска в принципе стандартна для всей грузовой техники и сегодня. Опять же монументальность. Если провес, то передний мост 343 кило. Тут есть две рессоры, чьи концы находятся в резиновых подушках и амортизаторы присутствуют. Но это не значит, что они работают. До конца выпуска кабина практически не менялась. Деревянный каркас, обшитый... Жестью. Нет, на Кременчуге пытались сделать модно, но побеждало дешево и надежно. И колесо одно 142 килограмма. Иди поменяй. А вот передние колеса от МАЗа. Они немного другой конструкции, чем задние. Именно простота исполнения решила все. Самыми сложными элементами были крылья и капот. Остальное отрезай, загибай и гвоздями прибивай. Даже панорамного стекла не положено. Хотя зачем? Отопитель салона с обдувом этих фрамук. Есть здесь и кондиционирование. А работали грузовики где? На стройках и в карьерах. И едешь ты весь такой разгоряченный, а тебя пыль землей русской благословляет на подвиги ратные. Крашеный металл и дерево. Не есть ли это роскошь в представлении иностранцев? Росы приборов. Словосочетание прямо в тему. Их просто рассыпали здесь по вселенной. Это доска объявлений с проблемами или не проблемами автомобиля. Крючочки. Для гамака, как на 66-м, чтобы ты повесился здесь. Ну, в смысле, лег и отдохнул. Потолочек картоновый. А здесь, между прочим, вот здесь пустое место под бортовой компьютер. Тачскрин, расход топлива. В общем, все есть. Но, естественно, за год это не сохранилось. Осталась только кнопка вызова пиццы. Что здесь еще из новомодного? Вот под сиденьем есть место для скарба, как во многих отечественных автомобилях. Ну, что сказать. Заргут, Вальдемар. Но места в кабине более чем много. А еще, о чудо, сиденье водителя имеет регулировки и даже можно отрегулировать по весу. Но не факт, что это работает. Пассажирам грустнее. У них просто мягкая лавка на два зада. Из элементов комфорта еще тут есть ничего. Фух. И демономотор. Его надо просто увидеть. Но прежде чем увидеть, надо сначала забраться. Из этого капота можно шесть Жигулей сделать. ЕМЗ 238. 15 литров. В-образный. Восьмицилиндровый. Мощность. 240 лошадиных сил при 2100 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 883 ньютон-метра при 1500 оборотах в минуту. Диаметр цилиндра 140 миллиметров. Ход поршня 130 миллиметров. Степень сжатия 16,5. Движок «Легенда». Его ставили намазы, уралы, трактора Кировец и ЧТЗ. Комбайны Дон и Полесье и даже на речные катера. Еще немного циферок. Система охлаждения 48 литров. Она сделана по-дурацки, так как краник находится в неудачном положении. И когда ты сливаешь воду, он до конца не сливается. Иногда там подмерзает. Поэтому горячей водичкой зимой надо было проливать мотор, пока из него тепленькая не побежит. Хотя так все делали. И да, движок весит примерно около 800 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь играет музыка из фильма «Профессионал». Вы думаете оживлять старый раз? Сложно. И масса. Кстати, глушилка, она же ручной газ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Ждем, когда воздух накачается. И вот эта лампочка потухнет. Ни с чем не спутаешь оживший краз. И он реально оживает, параллельно убивая все живое, что дышит кислородом рядом. Как описать первые метры движения краза? Никак. Нет тех слов. Надо просто смотреть и запоминать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот краз проектировался совместно с Мазер. И к последним выпускам унификация составляла 75%. Вот скажем, усилитель тут отмаза. И если он выйдет из строя, свернуть руль будет миссия импасивал. На 256-B1 усовершенствованная тормозная система, двухконтурная и достаточно надежная. Первый контур отвечает за передние средние колеса, второй за задние. Есть и ручник на всякий случай. КПП пять ступеней и скорости рассыпаны как будто на разных континентах. Алгоритм прост. Вот табличка. Третья, вторая, пятая, вперед, первая, третья, четвертая, назад. И как только ты думаешь, что запомнил алгоритм переключения передач, крас тебе такой. А я не буду переключать. И у вас не получается воткнуть скорость. Есть советский лайфхак. Каждую скорость включать через пятую. Руль огромный непросто. Ехать по прямой машина не очень любит. Рыскает, сама куда-то уползает. Надо постоянно подлавливать. Может, с новыми было по-другому, но когда это было? Да и не нужно кразу уж очень ровной дороги. Его везде трясет одинаково и на звуковое сопровождение качество покрытия не влияет. Водитель краза должен быть глухой, сильный, ему не надо знать правила дорожного движения. Пусть тот, кто вокруг тебя, тебя боятся. Вот скажем, перед капотом и под крыльями я ничего не вижу. А захочу развернуться 13 метров радиус разворота. Вот захочу до сотни разогнаться не смогу. Вот до 50 за 32 минуты, не шучу, 32 минуты, то есть до максимальных 65 километров в час разогнаться нереально. Расход 40 литров на 100. А что, это тоже нормально. Наша страна была, есть и будет самой богатой. до 500 руководства на 100 литров руководства и он с вывернутыми колёсами пёр по прямой, поэтому надо было действовать по-чуть. А вы знаете, что «КРАЗы» в Англии продавали? Они очень там любили наши машины. И «КРАЗы» участвовали в строительстве «Ла-Манша» на минуточку. Есть только два «Но». Первый. «КРАЗ» продавали под именем «Беласт». Марка была раскрученная и известная. А второе «Но». Дилеры кабины улучшали. Делали лучше шумоизоляцию, потому что для английских товарищей ну уж слишком тут было православненько. Опачки. Опачки. Попал. Не попал. Пятая. Вторая. Твою мать. Пятая. Вторая. Поехали. Если вы думаете, что на «КРАЗе» люди работают, вы сильно ошибаетесь. На «КРАЗе» люди деньги зарабатывают и борются за жизнь. Если посадить советского, прошу прощения, современного водителя в «КРАЗ», на сколько его хватит? На день в лучшем случае, если он тренированный. Вот меня уже не хватило, а я только 10 минут еду. Все, надо подкачаться прям реально. В спортзал приеду и в спортзал за пивом. И несмотря на суровость техники, на ее мужественность и беспощадность ко всем и водителям в частности, автомобили Кременчукского автомобильного завода были очень надежны, и качество их постоянно росло. К концу годов производства пробег до капремонта составлял 168 тысяч километров. Старый воин ушел на пенсию в 1994 году. Я знаю, что «КРАЗы» просто так не умирают. Есть места, где они самоотверженно до сих пор сражаются со временем, с трудностями, со своими хозяевами, демонстрируя, что такое качество. Настоящее советское качество. Хоть и грубое. Охота продолжается. Охота. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...